Здравствуйте! Сегодня паштет из белой фасоли в стиле хумус, но не совсем, скорее в европейском. Вкус будет скорее европейский. Где-то полтора стакана фасоли я замочил на ночь и поставил ее вариться. И варилась она около часа. Одну луковицу режу достаточно мелко. Немного оливкового масла отправляю. Луковицу пусть жарится. Пол чайной ложки кориандра. Ну, как обычно, лук периодически помешиваю. Три зубчика чеснока взял. Сразу хочу сказать, что соотношение ингредиентов произвольное. Хотите больше возьмите, хотите меньше. Добавил к луку кориандр и добавляю кунжут. Ну, примерно три-четыре столовых ложки. Опять же, можно больше, можно меньше. Не любите? Не кладите. Помешиваю на умеренном огне. Обжариваю это дело. Пол пучка кинзы. Можете взять другую зелень. Фасоли я дал остыть и отправляю ее в измельчитель. Ну и туда же содержимое сковороды. Несколько шампиньонов. Ну, я взял четыре. Вы можете взять шесть. Ну, сколько хотите, возьмите. На большом огне быстро обжариваю. Пусть отдадут влагу и прихватятся. Ну, на это обычно хватает трех-четырех минут. Ну, и шампиньоны туда же в измельчитель. Ну, вот эти три полоски шампиньонов, они будут декоративными. Я буду оформлять при подаче. Включаю шайтан-машину. Густую смесь, такая шайтан-машина, очень неохотно обрабатываю. Надо ей помогать. Добавляю острый ингредиент. У меня перчик чили в оливковом масле в холодильнике всегда. Но это оливковое масло стало ароматным и острым. Добавляю. Солю. Это вода, в которой варилась фасоль. Делаю еще один заход. Ну, тоже что-то начинает напоминать паштет. Сок лимона. Я не говорю, сколько, но вот я добавил столько. Пробуйте. Зелень. Ну, я всегда пробую. Белый перчик. Я очень часто делаю себе шпаргалки и всегда проверяю, не забыл ли я чего-либо. Ну, я и вам так рекомендую делать. Досолил. Сделал еще заход. Ну, пожалуй, готово. Вот что я хотел попробовать. Мне кажется, что с куркумой будет очень интересно. Вот я и пробую. Ну, что сказать. На самом деле нет. Не получилось. Гармоничного вкуса не получилось. Ладно. Отправляю в готовый паштет. Пусть остынет. Через часикам. Два. Подаю. Паприка. Красный сладкий перец. Ну, как подать, в принципе, конечно, каждый из вас может сам придумать. Алековое масло экстра вершин в эту канавку. Ну, вот так. Ну, можно было пораскинуть мозгами и придумать более эффективное. Эффективный вариант подачи. Ну, не хотелось раскидывать мозгами. Хотелось есть. Да и собираю их потом. Всем пока. Удачи.